Мне просто кажется, что про российские мозги Саша Турилин знает не понаслышке. Я могу так вот акомментировать? Да, спасибо. Я на самом деле действительно хотел сказать про технологические рынки и про то, что было сказано, что фактически от нас зависит и то, чтобы растить в целом этот рынок российский. Потому что если, а мне по ходу работы приходится очень часто бывать в различных регионах России, я понимаю, что зачастую при всем том, что у нас есть огромный инженерный талант, дело упирается в нехватку технических специалистов для реализации этих проектов. И мне кажется, что кроме вот этого всего о том, что говорится о глобальных инициативах, opportunities, которые есть, важно сказать про это, что если мы возьмем исследование Ассоциации АПКИД, которое говорит, что всех выпускаемых IT-специалистов в России, при том, что они бывают очень разные специальности, как бы качество выпускаемых IT-специалистов, не хватает, да, и при том тренде развития не будет хватать для того, чтобы обслуживать существующие IT-отрасли. То есть на самом деле нам нужно говорить о том, чтобы инвестировать существенно, да, в технологических специалистов, которые помогут нам, да, во-первых, развивать рынок, во-вторых, реализовывать те самые прекрасные идеи, которые есть у стартапов, или работать в компании клиентов, для которых эти стартапы работают. Вот, и в этом отношении я хотел бы сказать про опыт ЦИСКа, да, что вот такой, как бы, эксклюзив, поделиться эксклюзивом, что вот в ближайшие недели мы надеемся объявить о масштабной программе инвестиций в технологическое образование, причем от школьного образования, начиная, от привлечения людей там, да, не выбирайте юридические, экономические специальности, дети, да, дети становитесь инженерами, да, до там каких-то вузовских программ и прочего. То есть я считаю, что вот такой аспект, он очень важен в этой теме, и на самом деле, может быть, стратегически он не менее важен, чем там ивенты, чем по поиску инвестиций, и вот все, о чем говорилось. Можно мне продолжить тогда, потому что эта тема совсем моя, да? На самом деле, вот смотрите, ведь коллега ведь очень правильно сказала, о чем мы все это время говорили. В теме заявлена отрасль, а на самом деле все время вот там оппонировали, вот у нас есть Кулибин, там он сделал проект, Кулибин здесь, да, он сделал проект, вот у нас там тот-то уехал в результате в Кремниевую долину, у него получилось. Ведь абсолютно прав коллега, чего у нас не хватает, когда отрасль становится отраслью, когда на самом деле в ней появляются институты, стандарты некого качества. Очень важно, у нас на самом деле сейчас нет двух вещей. У нас нет стандарта, качества специалистов, вот на самом деле, не имея никакого отношения к ЦИСКО, я хочу сказать, что я дико благодарна, как Хантер ЦИСКО, потому что это одна из немногих компаний, которая имеет реальные сертификаты, по которым можно оценить специалиста. Это великая история. И, во-вторых, действительно много вкладывается в платформенные истории. У нас некому делать. Чаще всего ведь, посмотрите, у нас на каждого более-менее приличного разработчика по пять, по шесть заявок от компаний на то, что сханьте его. История про что, пока мы не найдем, не сделаем платформу, которая будет давать нам нужное качество и нужное количество специалистов должного уровня, у нас ничего дальше не пойдет. На самом деле, вот это главная проблема. Это вторая часть экзекьюшна. Их учат, соответственно, прежде всего технологическим знаниям, во-вторых, их учат, как работать. Без этого мы все провалимся и остаемся, мы не станем отраслью. Мы так и останемся. А еще у нас кулибин здесь, а еще у нас кулибин так. Так никто не сомневается про то, что в России все хорошо с мозгами. С платформой для того, чтобы системно построить отрасль, с этим пока плохо. Вот дикая за это благодарность ЦИСКа за то, что она делает. Просто молодцы. Просто то, что мне хотелось, может быть, добавить, то, что технологически важно развивать специалистов, но важно тоже, кто будет это делать во время стартапа и кто будет как это делать и выходить на всякие, как вы говорите, глобальные рынки и все остальное. Мне кажется, что все начинается с таких тусовок, на самом деле. И когда говорить просто о том, что это не важно, это не так. Могу сказать просто со своего опыта, почему важно делиться, что люди приходят здесь что-то услышать. Могу сказать, мы делали в Киеве интерпрохолик. Это была именно конференция по предпринимательству. Мы хотели объяснить, почему ЦИСКа занимается предпринимательством, потому что все всегда знают, почему IT, и не нужно объяснять. И почему предпринимательство? Для того, чтобы правильно создавался бизнес, для того, чтобы изначально не просто были IT-специалисты, которые смогут уже дальше развивать и внедрять что-то, а изначально, как правильно прописать бизнес-план, как сделать какие-то элементарные вещи, которые люди иногда просто не знают. И могу сказать, что на конференции люди настолько получили заряд, мы не ожидали, какая пришла целевая аудитория. Мы думали, что придут студенты, а была наоборот такая активная молодежь, 25-27 лет, которые уже не просто говорят, что они там что-то хотят, мечтают, они реально уже что-то делают. И видно было, что они готовы создавать. И главное была мотивация. Просто очень часто мы думаем, ну там, кто за нас что-то сделает, еще что-то. Мне кажется, все начинается вот с того момента, когда ты что-то создаешь. Грубо говоря, там, не знаю, Егор мог сидеть, чего-то ждать, пока ему кто-то расскажет, как создать стартап. Еще другой, какой-нибудь человек тоже мог сидеть, ждать. Мне кажется, все, кто здесь, это уже есть какой-то момент, что вы чего-то хотите научиться, и из-за этого вы здесь сидите и слушаете, то, что рассказывают какие-то разные мнения. Это может быть нравится, может быть не нравится. Но мне кажется, начинается даже не то, что с мотивацией каждый день вставать утром, а просто от желания создать что-то в своей жизни, получить для этого знания, потому что просто думать, ах, я сейчас такой сделаю крутой стартап, потом выйду на IPO и буду вообще мега-чувак. На самом деле это не так. Нет, мы просто говорим о разных вещах. Я говорю о том, что сейчас, к сожалению, в большинстве стартаповских ивентов есть такое отчетливое ощущение, что это все очень просто, легко, быстро и фактически пряник. Вот я сегодня сделал, завтра породал за, я не знаю, 700 миллионов долларов. И все забывают, что за этим стоит многолетний тяжелый труд. К сожалению, большинство сейчас ивентов, имеющихся у нас, настроены ровно на праздник. И они закладывают это как стандарт. Вот это неправильно. Я не говорю, что не надо образовывать. Другой вопрос, что, наверное, надо начинать образование, особенно предпринимательское, раньше. Возможно, со школы. Потому что в 27, к сожалению, вот честно вам скажу, для интернета возможно, это очень обидно, но это возможно поздно уже. То есть, соответственно, ну, по крайней мере, не рано. А вот в 17, 16, а еще лучше в 14, это правильно. Но главное, чтобы не было ощущения, что вот я пришел, что-то там на коленке сделал, кому-то быстро вот, собственно, чего-то там рассказал, и завтра я вообще там на Кадиллаке ешу, там, я не знаю, по Кремниевой долине. Вот этого сейчас, к сожалению, в России очень много. И с этим надо отчетливо бороться. Я думаю, что вот если вот спросить у Леши, я думаю, что к нему, как к инвестору, приходит каждый второй вот ровно с такой историей. Сейчас давай я тебе быстренько там за 2 миллиона что-нибудь продам, а там что-нибудь намутим. Это просто, я согласна, нету культуры предпринимательства. То же самое в Украине. Но есть вот какие люди, да, которые активно сейчас занимаются развитием именно темы предпринимательства в Украине, их не так много. И могу сказать, многие там слышали, а сейчас тоже Егор поделится, расскажет, как это происходит в Украине, да, про стартап-креш-тест. Я хочу просто сказать, что мы фактически все говорим о такой вещи, какой нам стереотип, стереотип мы пытаемся создать, чтобы индустрию и количество людей, ну, как бы, качество нашей вселенной улучшить и увеличить. Это не такой простой вопрос, на самом деле, потому что, как бы, это работает где-то на грани с шоу-бизнесом и примерно такие же законы. То есть, ну, как бы, все понимают, что Facebook, Twitter, там, Google – это мощнейшие притягательные факторы молодых людей в индустрии. Они хотят, ну, я не знаю, есть ли такое слово правильно в русском языке, ну, как бы, сумма крутизны, да, то есть, вот, что-то является крутым для людей от 17 до 23. И что является крутым? Создается, к сожалению, журналистами, книжками, такими ивентами, людьми и так далее. И, ну, как бы, вспомним, что многие венчурные капиталисты работали в бизнес-изданиях, и они прекрасно понимают, насколько важен публичный имидж отрасли или той или иной компании, чтобы втянуть или не втянуть в нужную область людей. То есть, мы говорим о том, что, ну, Алена, о чем говоришь? Что, возможно, нужно подкорректировать такой стереотипе меньше гламурности и чуть больше такой прозаичности.